Всем привет, привет, привет! У меня, к сожалению, плохие новости. Вчера, 9 июля, умерла Гера, умерла дома, просто уснула и, к сожалению, её не стало. Но она прожила эти два последние года у меня, сытая, в комфорте. Вот, я довольна, как я за ней ухаживала, я её не ругала, хотя она была диковатая. Иногда она на резкие звуки, ну, если я резко проходила мимо неё, она плохо реагировала. Конечно, в конце она меня даже так полюбила. Вот, ну, я имею в виду, что она привыкла ко мне. Вот, и мы с ней поладили. Хотя к лотку она так и не приучилась, поэтому я убирала за ней, ну, что же делать, взрослое животное. Вот, но старалась её баловать, ухаживать, делала всё, что я могла. Сегодня, вчера умерла Гера, а сегодня тоже день начался с утра у меня с новостей. Сестра себя плохо почувствовала, играла с Соней, ну, бабушка Сони, и ударилась очень сильно головой об стену. И у нас с ней сегодня начался марафон по врачам. Сейчас смотрю и понимаю, что я давно не красилась, и я уже вся седая, поэтому вот такие, вот такие дела. Вот, начался у нас марафон по больницам. Сначала мы в Североморске поехали в ЦРБ, сами доехали, нас приняли, но мы сидели первые два часа, нам даже не сняли давление, хотя сестре было так плоховасто. Потом, слава богу, приехала скорая, которая должна была отвезти к нейрохирургу в Мурманск, потому что у нас в Североморске нейрохирурга нету, и чтобы посмотреть КТ, КТ у нас тоже в Североморске нигде не делают, и со всей области тоже нигде не делают. Слава богу, мы не так далеко живём от Мурманска. И мы на скорой должны были поехать в Мурманск, так как экстренный вызов. Сначала мы сделали рентген в ЦРБ у нас в Североморске, но рентген показал только что кости в порядке, а внутреннее состояние там ничего не показали, но это КТ надо делать. Приехала скорая, но у нас не было ни давления, ни снятого сахара, ничего, поэтому нам сказали это всё сделать. Мы сидели два часа, сначала нам этого ничего не делали, потом, слава богу, сделали, и мы поехали ещё через два часа, то есть в сумме мы где-то в четыре часа просидели в ЦРБ и поехали на скорой. Давление было повышено у сестры, слава богу, и на скорой попалась отличная просто фельдшер, такая молоденькая-молоденькая девушка, но которая любит людей, и она была очень участлива и очень такая ласковая. И это безумно важно, когда ты беспокоишься на нервах, тем более сестра очень переживала, и я переживала, но она как-то прям успокоила, расположила к себе, вот, дала от давления таблетку и анальгин, потому что у сестры, ну, по вене анальгин сделали, укол там, вот, и от давления. И в итоге мы приехали, в три часа нас приняли в приёмном покое в областной Баяндино в Мурманске, и мы ещё сидели три часа, пока нас принял нейрохирург, сделали КТ, слава богу, снимки ничего плохого не показали, но сказали, что нужно понаблюдаться, несколько дней посидеть дома и быть в покое. Давление, слава богу, пришло в норму, вот такие дела, так что последние два дня у меня были такие насыщенные, с плохой, плохом, как сказать, с плохим оттенком. Если честно, я по Герри буду скучать, но я спокойно говорю, потому что она не мучилась, она ушла спокойно и прожила хорошее время, поэтому я себя этим успокаиваю, что до этого она жила непонятно в каких условиях, врачи говорили, что у неё по зубам даже нельзя понять 6 или 10 лет, зубы были в плохом состоянии. Вот такие новости, так что я не пропала, буду на связи, надеюсь, в скором времени выйду с позитивными новостями. Пока-пока!